Сидя сегодня вечером у себя дома, я понял, что что-то давно я не видел Капитолий. Давненько я не бывал в столице нашей Родины, в городе Герои Вашингтонске. Думаю, может там случилось что, может какие события интересные происходят. Может надо поехать посмотреть. Ну, заказал отель и еду смотреть. Сейчас, сколько у нас, 5 часов вечера, мне еще ехать 3 часа 57 минут до Вашингтона. Ну, и вот я буду там и все узнаю, и все вам расскажу. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я проснулся сегодня в отеле где-то, по-моему, в Вирджинии и еду в сторону DC. И вот мне до центра города ехать 14 минут. А Вашингтон вообще представления даже у меня достаточно странные. Я уж не говорю про тех людей, которые в этом городе никогда не были. То есть как он выглядит, вообще что это за образование, мало понятно. Даже для меня я был в центре, ну, как все, наверное, туристы. А вот на окраине я один раз жил в Александрии. Это город рядом с Вашингтоном. И сейчас я жил, я даже не знаю, где это, я вообще не знаю, что это было. Вот я просто снял самый дешевый отель из доступных, чтобы там была бесплатная парковка. Потому что в вашингтонских отелях парковка везде платная и стоит примерно как мой номер сегодня. Вот, поэтому я решил, что пригород и машина лучше, чем центр. Ну вот, как это выглядит вокруг, можете увидеть сами. Типичная совершенно Америка. Ну, как обычно, если не знать, где вы находитесь, то догадаться вообще не получится. Настолько все одинаково. Это может быть Нью-Джерси, это может быть штат Нью-Йорк, это может быть Вирджиния, это может быть все, что угодно. Пока за окном у меня типичная субурбия американская. Где-то дома побогаче, где-то победнее, но все примерно одно и то же. Ну, вот я, чтобы было понятно, нахожусь сейчас в 10, ну, может быть, 12 минутах от Белого дома. Как-то не так я себе представлял столицу. Хотя, скорее всего, даже не Вашингтон. Я на горизонте уже вижу верхушку мемориала Вашингтона, который стоит в самом-самом центре. Но вот мир за окном, он не изменился. У нас по-прежнему такие пригородные домики, частная застройка со всех сторон. Вот, налево-направо, а сзади-спереди все одно и то же. Хотя мы практически у центра Ди-Си. Хотя это город Арлингтон. И это вообще другой штат. Тут все очень сложно с географией, но мы к этому и вернемся. Ну, типа, 6 минут до Белого дома. Может быть, 8. Вот уже началась застройка какая-то более многоэтажная. Похоже на социальное жилье. Ну, по Нью-Йоркским меркам, по нашему региону, это была бы какая-то социалка. Что это в Вашингтоне, я, честно говоря, не знаю. Ну, и уже впереди, наконец-то, наконец-то на нас надвигается большой город. А с правой стороны что-то вообще за забором, за колючей проволокой. Похоже на госпиталь психиатрический. Хотя, опять же, не знаю, что это может быть что-то военное. Ну, вот уже начался какой-то условный Вашингтон, как я его себе представляю. Вот я вот такой город всегда вижу. Вот такой, застроенный современными зданиями. Достаточно безликими, скажем прямо. Ну, скучными, неинтересными. Как и должны быть многоэтажные обычно здания. И буквально через несколько минут мы с Вами переедем в мосты из Арлингтона. А вот это, я так понимаю, сам, прям город-город Арлингтон. Мы попадем с Вами в DC округ Колумбе. Где он на этой машине ездит, просто непонятно даже. Так, так. Ну вот, прямо указатели уже пошли. Мемориал Джорджу Вашингтон. Все, мы переезжаем речку. И мы с Вами в столице североамериканских Соединенных Штатов. Ну и показал Гугл, что мы въехали в округ Колумбия. Нет такого, на самом деле, названия Вашингтон. Все вот то, что будет вокруг нас, официально называется округ Колумбия. То есть называют его, конечно же, все Вашингтон. Но это не Вашингтон. Тут явно реверсивное движение. И вон впереди желтая машинка, которая переставляет бетонные блоки посредине дороги. Видимо, утром больше полос на въезд в город, а вечером на выезд. Ну вот я уже в самом сердце. Справа Мемориал Линкольну. Спереди стоит вот эта вот огромная стамеска. Или Долото. Это Мемориал Вашингтона. А Белый дом у нас уже буквально за углом. Сейчас мы к нему подъедем. Сейчас я буду где-то здесь парковаться и дальше уже двигаться в поле. О, скутер есть. Класс. Сейчас мы скутер возьмем. В общем, Бёрд не хочет, чтобы я был их клиентами. Я просто скачал приложение, а у меня его нету. У меня было на старом телефоне. И дальше ничего не работает. Но окей, Бёрд. Здесь есть и другие компании. Какие проблемы-то? Возьмем другой скутер. В общем, вторая компания, которая называется Лаймс, заработала. У меня теперь есть скутер. Тут какие-то сложности с зонами, в которых нельзя ездить. Но мы сейчас разберемся. Или не разберемся и будем просто ездить. Ладно. Погнали. Вот картинка номер один сегодняшнего Вашингтона, которая меня поразила. Я в этом городе не был давно. И, конечно, вот это вот меня, честно говоря, немножко шокирует. Это вообще Белый дом впереди. Но заборов стоит столько, что дома Белого даже и не видно. Хотя когда-то можно было подойти вот к забору, который черный, железный, и прямо сфотографировать через его решетку, лужайку Белого дома. Сейчас вы этого сделать не можете. Вы даже подойти к нему не можете. Раз, два, три, четыре, пять. И еще может быть там минное поле, собаки, пулеметные вышки. Но вот гнездо демократии выглядит сегодня. Как будто оно в осаде. И здесь еще забавно. Кто-то повесил плакат. 20 января. День уборки мусора. По адресу 1600 Пенсильвания Эвеню. Собственно, вот адрес как раз это он. В общем, я закончил покатушки. С меня сняли 10 долларов. Честно говоря, я ожидал, что сумма будет меньше. Поэтому я здесь брошу скутер, а дальше пойду пешком. Потому что здесь такой трындец творится, что надо это и снять. Сейчас я вернусь к Белому дому и пройдусь вдоль него еще раз. Пока лайм. Это было дорого. Но вот это вот одни из ворот, которые ведут в Белый дом, подъезд. И, конечно, выглядит все так, будто Белый дом находится в осаде. Как будто страну захватили, я не знаю, рептилоиды. И теперь ночью нападают на резиденцию президента. Это он обнесен тройным забором. А территория вокруг обнесена еще забором. Вот это вот все. Территория издания президентской администрации. И вот такие вот железные барьеры, которые стоят прямо на тротуаре. Какой-то, честно говоря, дурдом. Самый настоящий. Но это точно ненормально. Не должно так все выглядеть. Я просто... Я даже не знаю, что сказать. Так. Просто опасно ходить по тротуарам. И вот люди, которые... Я не знаю, работают в администрации, наверное, президентской. Вот они через эти ворота. Они стоят нам впереди. где находится секретная служба и входят в внутренний территорию. С какими-то досмотрами и прочим. Че, Вашингтон, это вот как-то так. Ну, DC назовем. Административный центр. Где работают чиновники, всякие корпорации, госслужбы и так далее. Они даже заборами обнесли деревья. Вот до чего дошло. Видимо, чтобы люди на деревья не забирались. Кстати, в Нью-Йорке было очень похожее здание. Можете обратить внимание на его некую такую нелепость архитектурную. Зашкаливающее количество колонн. Архитектору этого здания муллетт. И вот в Нью-Йорке его снесли. Оно стояло прямо перед Сити-Холлом. Там находился почтамп. И называли его местные жители чудовища муллета. Просто тот период, когда оно было построено. Он уже был позднее, чем была мода. Но такой архитектурный стиль. И вот в Нью-Йорке такого дома не сохранилось. А в Вашингтоне в таком здании находится президентская администрация. Тут же какие-то торговцы с сувенирами. Непонятно, кто у них что покупать. Хотя туристы какие-то гуляют. Я тут в этом плане не один. Да, раньше можно было сюда пройти и вот там вот подойти к Белому дому. Сейчас вся эта территория просто полностью закрыта. Оцеплена забором. И храняются секретные службы. Классно. Хорошие времена. Ну и на сосадах зданий следы былых баталий. То, что я видел-видео, здесь, конечно, тоже было жарко. Особенно вот в этой части. Но сейчас здесь просто все оградили и все. И пусто. Мир, в котором я нахожусь, очень странный. Это вообще не похоже на ту Америку, к которой я привык. И на тот Вашингтон, который мне известен. заборы сотрудники спецслужб. Вон машина заведенная, в которой они сидят. Подошел к заборчику. Сразу нарисовался мужик, который начал меня фотографировать на телефон. Так наглую причем. Ну, я также его сфотографировал на телефон. Но что это было вообще? Какой-то компьютер на игре я нахожусь. Half-Life какой-то. Что вообще происходит? Америка, вернись. Нам такой хоккей. Такой USA нам не нужен. Такие еще люди ходят. Разговаривают с небом. Да, тут заколочено все. Если в Нью-Йорке убрали соком, то здесь не убрали ничего. Здесь, похоже, горы в таком состоянии пребывают уже не один месяц. Ну да, в такой ситуации только бухать. Живя рядом с Белым домом, все это наблюдаю. Только алкоголизм спасет. Это я нахожусь сейчас за кварталом от Белого дома. То есть Белый дом у нас с правой стороны. И здесь уже охраняют периметр сотрудники вашингтонской полиции. И это реальные исторические кадры. Я не зря сюда приехал. Собственно, я хотел снять, что такое DC на закате президентства Дональда Трампа. Я это увидел, и я, честно говоря, в шоке. Этот вообще достаточно милый городок, тихий, спокойный, почти всегда очень сонный, превратился в какое-то очень странное, недружелюбное место. Ну и, конечно, совершенно ненормальная ситуация. Я не буду углубляться причины. Сейчас мы зайдем куда-то далеко в политику. Но сам факт, что президентская резиденция охраняется вот так, это из разряда вообще полностью ненормальной фигни. То есть здесь помимо кучи заборов здесь еще квартал. И ближе не подойти. И там еще заборы. Заборы, заборы, заборы. Охрана, полиция. Дурдом. Люди приезжают посмотреть на Белый дом через щелочку в заборе. Ну вот здесь проходили, насколько я помню, по видео всякие мочиловые, связанные с Белымом. И вот как раз в этом сквере пытались кинуть памятник. Ну и поэтому они приняли решение, что проще сквер закрыть вообще, чем пытаться это как-то остановить. Ну то есть они не могли справиться с этой ситуацией, поэтому просто закрыли это пространство. На заборе там что-то про Белым очень много написано. Никто не снимает, никто не сдергивает. Ну я, слушайте, я просто в шоке. Я просто в шоке, в самом настоящем. Казалось, уж в Нью-Йорке был, туши свет ситуация, но уже как-то он смог переплюнуть. То есть городу досталось сначала от всей этой Би-Илан истории, а теперь еще достается от выборов. Оно, конечно, все в общем связано, но это совершенно ненормально. Совсем ненормально. Это я обхожу Белый дом уже за сколько кварталов. И здесь какие-то слышны речевки. Такое ощущение, что там какая-то... А, это просто музыка где-то орет очень громко. То ли на стройке, то ли в машине. И отражаясь от этих домов на пустых улицах создает иллюзию того, что здесь какая-то... А, нет, там все-таки есть какая-то протестная акция. Все-таки там кто-то стоит, какие-то люди. Сейчас пойдем посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот пока хоть на... Чуть-чуть прекратилась музыка, которая играет здесь нон-стопом, играет здесь мелодию «Fuck Donald Trump». Просто она заканчивается, она на повторе стоит. Вот я стою на улице, которая упирается в Белый дом. Вот. За вот этими флагами, за этим забором вот то здание, которое с флагштоком, это здание Белого дома. Но даже его не видно, он напоминает какой-то, я не знаю, мавзолей. Там настолько все закрыто заборами настолько все замуровано, что даже не читается его архитектура. А здесь сидят люди, которые сидят с флагами Белым и с флагами «Fuck Donald Trump» и вот проводят так целый день. Здесь же находится церковь и на фасаде здания висит огромный плакат «Fuck Donald Trump». Это, конечно, удивительная ситуация, когда напротив резиденции человека вот опять с игрой музыкой мне придется заканчивать. Казалось бы, когда уже достигнуто дно, туда дна еще оказывается далеко. Вот какие здесь картинки еще. Что бы это значило, вопрос? О, если Нью-Йорк был мертвый, но все-таки ожил, то Вашингтон мертвый до сих пор. Ну, тут какие-то вот стейк-хаусы пытаются, пышутся, что они открыты, но внутри темнота. Мне кажется, что не взлетело. Но и вот вокруг этот город, на самом деле, он вообще странный. Очень, потому что все его ритмы, все его жизненные вибрации, они завязаны на политику, на чиновников. И Вашингтон живет тогда, когда в политике, во власти что-то происходит. В выходные он вымирает полностью. И вот картинка пустых улиц, она в любой выходной день в прошлом году была точно такая же. Но не было вот этого. Не было заколоченных витрин, с которых до сих пор еще не сняли. Не было полиции. Не был закрыт подход к Белому дому. Вообще улица перекрыта. Просто полностью перекрыта. Везде стоят полицейские. Такое ощущение, что какое-то вообще введено военное положение. И тут же вон где-то в подворотне, я не знаю, как это называется, греются бездомные. Это, кстати, тоже в двух шагах от Белого дома. Вот Белый дом находится просто за углом. То есть какое-то теплое пространство. А, это выход из метро. И оттуда такой везет запах немытых телес, от которого немножко жгет в глазах. Ну вот, это другое страна Белого дома, который тоже не подойти, где тоже куча полиции. У меня нет слов. Я просто в шоке. Так. Прошли еще квартал. Поворачиваем за угол. И что мы видим? Вау! Оба-на! Вот это сюрприз! Вот это неожиданно! Почему так все? Откуда здесь это? Интересно, когда инаугурация пройдет, это наконец снимут? Или они так жить будут теперь всегда? Или теперь это часть ландшафта вашингтонского? Какие-то напоминания, что ковид, хотя на фоне всего остального ковид уже кажется просто меньше их проблем. Да, никогда еще прогулка по Вашингтону не была столь спокойной, пустынной. Вот отлично у них вход лакшери апартаменты. И все это повторюсь в двух шагах от Белого дома. Весь этот дурдом происходит, в который трудно поверить. Хотя, конечно, после Нью-Йорка уже поверить можно во все, что угодно, после того, что там происходило. Но что-то вот, как-то видите, память человеческая такая, что все очень плохое быстро забывается. Как-то ты думаешь, что все, этого больше с нами не случится. Этого я больше не увижу. Вот. Будем, конечно, надеяться, что это тоже последний раз. И что после сегодняшней прогулки по Вашингтону такой Вашингтон останется у меня только на записи. Хотелось бы верить. Но я уже не буду столь оптимистичен. Так, тут ничем сильно не отличается. Удивительным образом работает сувенирный магазин. Сувениры Белого дома, где можно всякие атрибуты президентства купить. Ну и футболочки, и полотенца с президентской печатью, и какие-то кружки. Ну, такой туристический набор. Какой-то странный чувак совершенно бездомного вида сказал другому чуваку нормального рядом машины салам алейкум. Мне бы теперь, чтобы вернуться обратно к машине, у которой сейчас закончится парковка, найти бы какой-нибудь скутер и доехать. Хотя 10 долларов, это реально сколько на такси стоит проехать это расстояние. По-моему, мне было какое-то предложение, что можно было за 15 взять на целый день. И надо было им воспользоваться. Я просто не сообразил. Но у меня компания, которая онлайн, этих скутеров висит вообще. Ну, зарегистрировались в другом. Просто такое наблюдение. Сейчас впереди Пенсильвания Avenue. Пенсильвания. Главный проспект, соединяющий Белый дом с правой стороны. его территория и Капитолий. Собственно, здесь президент едет из Белого дома в Капитолий. Но сейчас как-то выглядит все совсем не так. Во-первых, какая-то стройка по центру. А Капитолий, он вон там, в далеке. Сейчас мы отправимся к нему. У меня надо сейчас дойти до машины и уже на машине доехать до Капитолия. Судя по надписям, здесь строят мемориал к солдатам Первой мировой войны в 2021 году. Прогулка вдоль Белого дома это прогулка вдоль разных типов заборов. Можно прям экскурсии возить в какую-нибудь заборостроительную и рассказывать. Вот в таких случаях мы используем мелкую металлическую сетку. Когда на вас нападают люди с оружием, лучше ставить бетонные блоки. Ну вот я почти сделал круг. Сейчас я вернусь в центр. парковые зоны и завершу свое путешествие почти многочасовое можно сказать вокруг Белого дома. Конечно, сумасывается от всего. Я сегодня вразу чувствую повторить еще много раз был. Но это же рождественская ель. У меня заняло это больше часа. Больше часа обойти Белый дом. Просто вокруг. Как прогуляться вокруг Белого дома и Белый дом даже не увидеть. Я даже не смог вам показать, как выглядит задание. Его просто не видно. Ладно, двигаемся дальше. А что это кстати, как свои гигантсы? Стелла налево в конце этого гигантского мола будет Капитолий. А мне вот в его противоположную часть где находится монумент Линкольна. В розе как бы оно все в пределах даже видимости. Но добраться из одного конца в другой пешком достаточно утомительное занятие. Особенно если какой-нибудь жаркий день, пекло. Ну, вы просто устанете гулять. Сегодня холодно и это даже хорошо. Поэтому перемещаться по Вашингтону лучше всего на скутере. Вы увидите все то же самое, но время потратите более эффективно. Отсюда есть такая популярность этого вида транспорта. Центр Вашингтона, где мы сейчас с вами находимся, это фактически гигантская парковая зона. Самое близкое сравнение, которое мне приходит в голову, это Марсово поле в Санкт-Петербурге. Но только умноженное в 10 раз. Вот пространство примерно такое же, примерно плюс-минус так же обустроено, но только его масштабы в 10 раз больше. Представьте себе, человек в трусах. Это достаточно красивое пространство. Сейчас зима, и, конечно, лесов мало, и оно не впечатляет. Вообще это красиво. Единственное, что это, наверное, неуютно, но в плане масштабности, потому что с левой стороны у нас парковая зона, а с правой стороны старые особняки, в которых находят сейчас разные организации. Красный Крест, например, американский и так далее, всякие фонды, общество. Но, опять же, вот расстояние очень-очень масштабное даже между этими зданиями. То есть они вроде стоят по соседству, но даже между ними надо прилично так прогуляться. Ну и постоянные бегуны для людей, которые любят бегать. Это, конечно, очень хорошее место для жизни. Вашингтон. Скутеры валяются. Где попало? Кстати, ни одного зеленого, который я зарегистрировался, я не вижу. Надо брать в следующий раз оранжевый. Их дофига. Хотя, что-то 10 долларов за 15 минут поездки мне как-то вообще не понравились. Пропускаем пешеходов, на пешеходном переходе. Все пропустили, молодцы! Yes, супер! Вот следующий старый особняк, в котором находится организация Панамериканского Союза. Генеральный секретариат. Чтобы это все не значило. Интересно, что продавцы сувенирки тоже делятся на сторонников и противников Трампа. Вот только что недавно я снимал лотучек, где продавали Трампа. А здесь БЛМ и Байден Харрис. То есть, даже в продаже сувениров предпочтение политически расходится. Вот еще одно красивое здание Федерального резерва. 1936 год. Вот весь Вашингтон, он состоит из таких домов разного возраста. И везде стоят такие будки охраны. На любой улице, если пойти сейчас направо, обязательно будет ряд административных чиновничьих зданий, госдеп и так далее. И везде будут стоять будочки, в которых сидит человек, который все дело охраняет. Такой город чиновников и вахтеров. Вроде как здесь я запарковался. Я надеюсь, что дошел. Все настолько одинаковое, что я думал, что я стою здесь, но нет, я стою кварталом дальше. Еще мимо одного такого же домика пройти я уже даже просрочил паркинг. У меня минут 20 уже как оно закончилось. Сейчас посмотрим, что будет. Вот Вашингтонская классика. Здание в какой-нибудь такой архитектуре от 30-х до 70-х. Парковка для сотрудников и будка с охраной. Если это размножить в масштабах города, то вы получите Вашингтон, но с большой парковой зоной в центре. Паркинг. я перепаркуюсь чуть-чуть, потому что у меня время парковки кончилось. И пойду дойду до мемориала Линкольна, чтобы закрыть официальную часть, а потом мы с Вами двинем в сторону Капитоля. Вообще-то у меня свой скутер есть. У него просто батарейка не такая мощная, поэтому я взял прокатный. Хотя понимаю, что наверное можно здесь прокатиться. Единственное, прокатный можно бросить где-то и пойти дальше пешком. Слой ты уже не бросишь. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот возвращаясь к географии города я стою наверху на ступеньках мемориала Линкольна. А если посмотреть назад в эту сторону это будет огромный так называемый отражающий бассейн. Сделана эта штука для красоты и вы наверняка видели во многих фильмах впереди стела это все тот же монумент Вашингтона. За ним Капитолий купола, которого мы не видим. А вот там вот с левой стороны мы гуляли и там был Белый дом и все вот это вот чиновничая застройка она как раз тоже с левой стороны. Может быть так будет чуть более понятно. С правой стороны будет река и тоже большая большая парковая зона. Мемориала Линкольна все как обычно. Туристы, свадьбы. Помните к памятнику Ленина ездили? Или к вечному огню. Ну вот что-то типа того. внутри таблички типа ведите себя тихо, проявляйте уважение. Хотя непонятно к чему, потому что это не усыпальница, это не кладбище и не могила. Поэтому вся тишина, ну как уважение к личности разве что. в общем выслушайте. Никто особо по этому поводу не заморачивался. в общем, в общем, тоже вообще , Субтитры делал DimaTorzok Тут, судя по всему, на время инаугурации строят какую-то передающую станцию сотовую, IT&T или интернет, в общем, какое-то локальное IT-хаб, интернет-хаб. Ладно, я подъезжаю к машине уже, надо двигаться дальше к Смольному, точнее Капитоле. Тут у машины какие-то дипломаты пытаются запарковаться, но у них это очень плохо получается. Люди явно не умеют парковаться, даже в столь простых условиях. Чуваки, не ездите в Нью-Йорк, вам там не понравится вообще. Ну, все. Как я уже говорил, это все находится вокруг фактически одного парка. Вот сейчас закончится этот отражающий бассейн, до которого мы с вами дошли. Вон справа видно стелла Вашингтона. Но вот даже на скутере это расстояние все равно представляется достаточно большим. Поэтому уйти пешком до Капитоле смысла никакого нет. Проще вот так вот проехаться на машине, найти парковку там и погулять уже там. В этом плане вот Вашингтон город, который я все никак не могу понять. То есть вы приезжаете сюда на машине, и машина становится... С одной стороны, без нее здесь трудно, потому что невозможно пешком такие пространства осваивать. А с другой стороны, машина это просто попандос на деньги, потому что всегда надо платные парковки искать. В отличие от Нью-Йорка, где можно запарковаться бесплатно, в Вашингтоне я таких лайфхаков не знаю. Здесь даже на окраинах можно стоять, даже где бесплатно, только, по-моему, 2 или 3 часа, если у вас нет местного стикера. Сделано так, чтобы люди из других городов не приезжали, не бросали машины. И поэтому, получается, вы приехали в Вашингтон, сняли отель, платите еще за парковку в центре, она стоит долларов, наверное, 40 в день, это если найти, ну, типа, дешевую. Либо, вот как я сейчас, паркуйтесь на платных стоянках, но вот я уже 10 долларов за парковку отдал. Я уже два раза по 5 долларов заплатил. В общем, после Нью-Йорка не сказать, что какая-то катастрофическая большая сумма, но вот просто из этих сумм набегает такой, если на несколько дней поехать, набегает такой бюджетец поездки. С левой стороны стоит уже не первая машина, которая посыпает дороги солью. Но мне кажется, что они их держат для перекрытия улиц, а не для того, чтобы соль сыпать. А сейчас мы въехали в ту часть, где находятся еще и музеи. Здесь находится здание музеев. Вот с правой стороны, например, на самом моле, это уже музей, если не ошибаюсь, это музей американской истории. Очень, кстати, классный музей. Но музеи сейчас, к сожалению, все закрыты. Они все здесь федеральные, они все в Вашингтоне бесплатные. Это один из таких больших плюсов, почему имеет смысл ехать в этот город. И мы в Вашингтоне обычно катаемся зимой. До Нового года в районе Рождества здесь красиво, нарядно, пусто и дешево. И можно, так как холодно на улице, можно ходить по музеям с детьми, гулять и, в общем, хорошо провести время. Снять деньги, взять отель в центре. Но вот в этом году у нас выбраться не получилось из-за ковида, потому что мы все заболели. И вот такая неожиданная у меня сегодня фактически финалочка вашингтонская. Приехать посмотреть город при еще Дональде Трампе. Следующий визит уже будет при другом президенте. Вашингтон очень похож на такой Новый Рим, что ли. Я не знаю, как это назвать. Смотрите сейчас. Это все здания, построенные в начале 20 века. Это архив Соединенных Штатов Америки. Ух, черт. Вот снимать на камеру и ехать не надо, потому что я только что проехал на красный. Я уж не знаю, есть здесь камера или нет, но... Упс. Здесь тоже все закрыто заборчиками и даже деревья тоже огорожены. Ну, мы с вами уже почти приехали. Сейчас еще светофоры все соберем по пути и будем на месте. Еще, конечно, в Вашингтоне очень много такого интернационального стиля, который бывает очень-очень странным. Ну, вот это здание можно охарактеризовать как странное. Я не могу здесь других эпитетов подобрать. Ну, или вот здание музея уже более современное, такое более модерновое, много стекла. Вообще странный он по архитектуре город, если честно. Ну, вот и мы, Капитолий, здравствуй. Ну, елки-маталки, человек из Вирджиния, зачем же ты мне вид-то весь закрыл? Что я тебе такого сделал? Подозреваю, что тут должно быть все перекрыто на подступах. Ну да, подъезд к Капитолию закрыт. Тут можно только повернуть куда-нибудь направо-налево. И еще там куча полиции стоит. Ну да, вот эти вот грузовики снегоуборочные, которые не в ожидании снега. Люди ходят, то есть подойти можно. Вот подъехать уже ближе не получится. Надо также искать где-то парковку и пешочком или на скутере идти. Ну, в общем, я так и планировал. Тут должно быть просто море полиции сейчас. Сюда ее нагнали со всех окрестных штатов. Даже из Нью-Джерси сюда пригнали стейт-трупперов после того, что случилось. Да, здесь вдоль всего МОУ устанавливают такие конструкции космического вида. Я думаю, что это какие-то связь, наверное, системы видеонаблюдения, чтобы работали. То есть они, начиная от того, где мы гуляли, вдоль всего-всего пространства, стоят на определенных расстояниях. С этой стороны вид не очень парадный. Само здание-то, конечно, нарядное и красивое, и большое. Но вот на его фоне стоят эти бесконечные грузовички фастфуда. Сейчас их еще мало. А так они на каждой улице, пересекающей МОУ, обычно кучкуются. Ну и вот пространство вокруг, которое готовит, я так понимаю, уже к анаугурации. Вот монумент Вашингтона, откуда мы с вами только что приехали. И уже вот стоят какие-то заборы. Вот здесь будет стоять толпа, которая будет с ликованием, наверное, встречать следующего президента США. А он будет выступать вон на том балконе, который совсем недавно атаковали сторонники президента Трампа. Мы сейчас подойдем поближе и посмотрим, насколько это возможно. Чуть не упал. Дороги тут тоже. Заборы, заборы, заборы. Сплошные заборы. Здесь тоже все закрыли. Даже подходы к зданию. Их стоит и национальная гвардия, по-моему. И полиция. И вообще все. На расстоянии 20 метров друг от друга. Теперь же Капитолий штурмом так просто не возьмешь. Вот реальный человек в униформе. Стоит через каждые 20 метров. Вот один. Вот второй. Он третий. Он четвертый. И так далее. Полиция Капитолия. Национальные гвардейцы. Все. Все здесь. Ну и помимо оцеплений, здесь еще полиции. Столько, что хватит какой-нибудь город защитить. От вторжений инопланетян. С каждой стороны просто отдельное полицейское управление. Полиция Капитолия. Полиция Вашингтона. Велосипедисты. Внедорожники. Все кто угодно. И они еще нон-стопом все это дело патрулируют кругами. То есть, когда захотят, могут. Я поднялся на Капитолийский холм. С боковой стороны вот стою от Капитолия. Ну, здесь картина везде одна и та же. Бесконечный забор. Везде стоят сотрудники спецслужб и здания соседние. Потому что Капитолия это только одно из зданий. А это целая группа зданий, которые объединены в том числе подземными ходами. Вот здесь тоже все обнесено заборчиками. И стоят, ну, наверное, национальные гвардейцы. Морс и БР, черт его знает, в надписи. Не входить. Картинка, конечно. Люди с колясками бегают, с детьми. И тут же военные, хорошо без автоматов. Вот такой у нас нынче Вашингтона. Все эти люди, в общем, занимаются, мне кажется, уже ерундой. Вряд ли кто-то сейчас захочет повторения, даже если их отсюда убрать. Я вижу кучу взрослых мужчин, которым очень скучно. Свой день встать у забора, где ничего не происходит. Такая вот запоздавая, но чрезмерная реакция. Слышишь, ты что там есть? Американская столица сегодня. Здание Верховного Суда. Здание Капитолия. Какой-то заборный город все это превратилось. Забор Сити. Если у нас в Нью-Йорке был фанера Сити, то Вашингтон теперь забор Сити. С легким ароматом фанеры тоже. Но тут с этой стороны Капитолия, у забора, такая информационная движуха. Какие-то журналисты что-то снимают. Какие-то люди приходят сюда просто фотографировать. Все живо обсуждают, что случилось. Кто на кого напал. Кто в чем виноват. Что делать и так далее. Тема, конечно, очень животрепещущая. Капитолия. Заборы, заборы, военные, снова заборы, снова военные и снова заборы Вашингтон какой-то бесконечный день Забор на военного сурка у нас встал Вот скажите мне, нормальные города так выглядят? Такое ощущение, что у нас война началась Я пока не вижу, вот два гражданских человека А остальные все военные, полиция, полиция, военные Синие полиция, зеленый военный Я просто на точке встал у Капитолия Вот такой вот вид вокруг В общем я сделал круг вокруг Капитолия И то, что я вижу, это вообще ненормально Ну блин Мы еще с 2020 года тут все удивлялись И думали, что куда уж дальше-то И наступает 2021 И вот это вот все вокруг Вот такого нам, пожалуйста, не надо Я уж не знаю, закончится ли вся эта история 20-го числа Но что-то у меня есть подозрение, что нет Потому что уж сильно большое напряжение в обществе Сильно большой раскол В оценке определенных вещей Между сторонниками, условно, президента Трампа Он занял их так И сторонниками Вайдена С республиканцами, демократами Хотя сейчас такой безумный замес Разобрать уже кто на чьей стороне Кто вообще за что Не представляется возможным Но штурм Капитолия Это уже из разряда какого-то полного безумия Собственно, вот эти вот цветы на заборе Это вообще один из двух мемориалов Один погибшему полицейскому А второй я даже не знаю кому И все подходят фотографировать Сенат уже на самом деле подготовлен для инаугурации Вот стоят леса, по которым залазили бунтовщики И леса им очень помогли Проникнуть на территорию Которая закрытая охраняется Охраняется, как мы узнали плохо Охранялась, сейчас все хорошо Вот эти конструкции Которые они еще и раздолбали По-моему, несколько человек с них упало и погибло Вот они перед нами Их сейчас доводят до конца И там будет стоять новый президент В центре Будут сидеть особо приглашенные, припреженные лица А вот здесь у меня за спиной Будет стоять За теми машинами Собственно толпа людей Которые пригласили на это событие На это мероприятие Мне кажется, сейчас это самый актуальный вид на Капитоле Вот так вот С гаражом полицейским Полноразменным У нас в городе полицейских меньше Чем здесь На одной из парковок А таких со всех сторон Еще штуки 4 или 5 Это не считая военных Вот такая у нас картинка Такая реальность Куда-то они все едут Куда-то они все ломанулись резко Чуваки, вы куда? Че случилось-то? А че случилось-то? А че такое-то? Может мне тоже что-то надо? Куда-то Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»